ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ 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 СЛУЧИЛО ЗАМЕТРЯНИЕ? Ну где-то можно, сейчас мы куда-то зайдем Паприки не было Соль, может и просили Вот этот вообще мощный шедевр, самый большой Теперь только фалосы видно, фалосы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 700 километров, ребята, 7 часов Стамбул, Каппадокия Мы подъехали в город Гереме Или даже не город, назовем это поселком ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Большая часть дороги, ребятки, проходила по платникам Мы идем искать шары Хотим летать на шарах завтра Если будет хорошая погода Но на данную минуту погода классная Штиль, отсутствие осадков Таких населенных пунктов, поселков еще в своей жизни не видел Какие-то пещеры, каменные грибы, отели Прямо в этих пещерах Ну вот минарет, вот, ладно Минарет и я видел Начали компанию Каппадокия, да? Каппадокия компания Я до него докопалась, какого цвета шар будет Он говорит, зачем тебе? Я говорю, если это будет желтый, то я желтую свитер одену Если это будет синий, то я в синим цвет Я такая, ладно, сейчас позвоню Заплатили по 6 тысяч в переводе на русские деньги Даже меньше, по 5 до 700 на человека Это 80 долларов на человека Как нам говорит вот этот товарищ, который описывает нам эти тикеты Что это самая первая старейшая компания по полетам воздушных шаров в Каппадокии 2 утра и мы собираемся Ну, вы сейчас сами узнаете, куда мы собираемся Мао Дзин призывает к молитве мусульманам Атмосфера 80 уровень Пять минут езды, ребятки, от Кереме Нас привезли на площадку, где взлетают шары Ребятки, мы залезли в шар, надеюсь, полет не отменят Как говорят бывалые люди, бывает, что полет отменяют Даже когда уже люди залезли в шар Все зависит от погоды, но погода супер Располагается, нас очень с первого раза Надеюсь, кулачки держим Первые полетели наши соседи Каппадокия баланс Ждем в предвкушении Страшно Страшно? На почту страшно Поехали! Он сказал поехали Он смахнул рукой А вон невеста узнает Все, ребятки, мы вверх понеслись Ниже нас остаются вот эти вот никчемные шарики Ни на что не способные Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Лучше три дня Спускаемся Полетали Посмотрели на Гереме Оба У Наталька хорошее настроение Немножко она подмерзла Она танцует не то что потому что она счастлива А потому что у нее за час подмерзли ножки в летних кедах Ну нормально Нормально Нет такого прям эффекта Вау Вау Ну это Мы просто экстрим любим А тут не страшно Так Спокойно Размеренно Смотришь Красиво Рядом шарики летают Романтик такой Да Романтик Я думаю что ребята круче летать на параглайдинге Да Например с той же горы Бободак Али Денис Там наверное я думаю будет адреналина выделяться намного больше Ну это место такое эксклюзивное И платите вы эти деньги Мы заплатили кстати около 6 тысяч За эксклюзивность Необычность Наверное больше нет места на земле Где вот такое большое и масштабное В общем галочку сделали Мы полетали Что и вам советуем тоже Обязательно Разок надо обязательно Плава не на шарах ребята Всегда по традиции заканчивается шампански Вот уже разливают сок для непьющих И шампанское для пьющих Ваааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааоааааааа Всем спacıббаны Все свободны Ка, с revision из-за separ立ательницы Даactic Компания Каппадокия Балунс Как нам сказали, что это самая древняя, самая первая компания, которая появилась в Каппадокии Представляете, мы летали с такими старичками Поздравляю тебя, Наталья Ты теперь великий воздухоплаватель Кстати, и я тоже Вот нам такие вот дали красивые сертификаты За удачный наш полет на воздушном шарике Галочка сделана, Каппадокия, ты прекрасна Тебе понравилось? Да, очень Ну давай Чин-чин Давайте я вам быстро покажу наш отель Аделя Кейв Хотел Кейв это пещера Отель пещерного типа Длинный такой проходик Здесь начинаются первые номера Третий, четвертый, пятый Вот, пожалуйста, пещера, смотрите Идем дальше Мы поселились на втором этаже Поднялись на второй ярус Комната номер семь Это Наталек, мой единственный неповторимый И, ребятки, вот комната номер восемь Это наша комната Такой столик с лавочкой Можно посидеть, выпить чашечку кофе А можно посидеть, выпить чашечку кофе вот здесь Вот с таким вот, ребята, гидом Давайте, ребятки, посмотрим наш номер Прямо в скале Холодная стена Оба-на Кейв Пещеры Мы только вещи свои разбросали Только зашли Полутораспальная кровать Телевизор Это все ерунда, ребятки По сравнению с отцей, так красотой Офигеть Прямо с коленой рисована Смотрите, какие потолки Я рукой дотягиваюсь Настоящая пещера Ой, сыпется все Вот я ее трогаю И падает Как первобытные люди будем жить В пещере Ну, первобытных людей, конечно, не было такой вот кровати Телевизор и зеркало Они спали на шкурах Жила когда-нибудь в пещерах? Нет Не ночевала? Первобытные О, высокий унитаз Душевая кабина Минималистично Но самое необходимое здесь есть Даже полотенцесушитель И четыре куска туалетной бумаги Аделя Кейв Хотел, ребятки Имеет три террасы Вот одна терраса Такая небольшая Маленькая И там еще две И в принципе, да Вот если не этот огромный самовар Который будет мешать Делать фотографии На фоне взлетающих шаров Мы поэтому пойдем Вон на ту террасу Мы в этот раз, ребят Не бронировали заранее номер Что мы обычно делаем накануне Мы решили поехать сюда И прямо на месте найти И забронировать номер Первым попавшимся Место было Вот эта Восьмая палата Восьмая пещера В чем плюс? Да хотели осмотреться Просто не знали это место Что здесь Как, с чем едят Приехали на месте Посмотрели Зашли в комнату Нам понравилось Ну еще есть маленький плюсик В том, что На РНБ НБ Номер стоит 3 800 рублей А здесь Напрямую Сразу покупаешь 3 300 То есть 500 рублей За двое суток Это 1000 Такая деревенская обстановка Саха Колесо от телеги Большие чаны Кувшины Ну, прям Деревня стайл Интересное место Прямо рядом с Гереме Находится Называется Музей под открытым небом Зельве Open Air Машину поставили Вдоль обочины Места здесь полно Хватает Мне еще В Турции Ребят, нравится У них единая Такая политика Даже не политика А единый Дизайн билетов Вот куда бы вы ни приехали В Стамбул В Анталию В Аланию И везде В правом верхнем углу Написана цена Четко прям видно 25 турецких лир Каппадокия, ребятки Это не город Как некоторые думают Каппадокия Это регион Ну, по аналогии С областью Краем Или республикой Российской Федерации А город Который, в общем-то Все едут В том числе Для полетов На шарах воздушных Называется Гереме Я бы даже сказал Это не город А поселок Ну, а столицей Или Центром Провинции Каппадокия Является Город Евшехир Он находится Буквально В 7 километрах От Гереме Кстати Каппадокия Переводится С персидского языка Как Страна Прекрасных лошадей Да, лошадок здесь много Мы их видели Эта местность Каппадокия Находится под защитой Всемирного наследия ЮНЕСКО Для Львей Это монастырский комплекс Ребят, которые построили Аж еще в 9 веке Это комплекс монастырей Которые прямо Вживлены В скалы Какая, ребятки Огромная долина Состоящая из трех отробов Гулять не перегулять Часа 2-3 Можно уделить этому месту Когда-то в этом монастырьском комплексе Жили люди Вначале греки жили Потом их вытеснили турки Ребят, они еще здесь жили Относительно недавно По историческим меркам В 1952 году Они еще жили здесь Совсем недавно Это прячем Вот наши 2-3 поколения Но потом случилось землетрясение И этих всех людей Из-за угрозы обвала Эвакуировали В деревеньку здесь небольшую Буквально отсюда 2-3 километра А это стало музеем Под открытым небом Поэтому Из-за угрозы обрушения Не во все комнаты Вот этой скалы Можно пройти Висят таблички Запрещающие вход туда Даже огороженные Некоторые места заборами Но где-то можно Сейчас мы куда-то зайдем Давайте Погуляем По этим скальным хоромам Где когда-то жили люди Аж с 9 века Ребята Это просто чума какая-то Как они тут жили Они уже жили Даже здесь Век телевидения 52-й год Относительно Вообще недавно Спали, ели Плодились Молились Готовили пищу Стирали одежду Это наверное был зал Где-то спальня Не знаю где тут ванны были Полочки Прям скала Наверное там стояли Какие-нибудь Молитвенные атрибуты Освещали все Огнем Свечами Это уже вообще Огромная комната Тут наверное банкеты устроили И зал огромный Это лестница на второй этаж дома Как вы понимаете Лифтов раньше не было Поэтому только ножками наверх Поднялись по лестнице Проходим дальше Люди здесь С древности Курили сигареты Вот видите Какие-то скоты Оставили здесь два бычка Не знаю что здесь было Возможно здесь гнали вино Вечерами на закат Выходили и вот и любовались Своими соседями По той скале Как ты думаешь Вот жители вот этого Шестого дома Просили У жителей Девятого дома Соль Или паприку Или перец Паприки наверное не было Еще тогда Паприки не было Соль может и просили Так сказала Мама тебе говорит Наташа Сходи к соседке Попроси у нее куркумы Принеси И прикинь Ты будешь спускаться Лифтов нет Тук-тук-тук-тук-тук И вот вниз И туда тоже наверх А потом С куркумой Сюда-обратно Минут 15 У тебя 20 займет Вообще Классно ребятки Вот так представлю Как они здесь жили Просто конечно У меня Снос мозга идет Приехали ребятки Еще в одно интересное место В окрестностях Гереме Но перед его посещением Решили все таки Что нам пора Уже перекусить Под приятную Турецкую музыку Мы с Наташей Заказали по лепешке Наталья взяла себе Лепешку С сыром А я заказал себе Лепешку С колбасой С сосисками Или что там еще И завечем сыром Каждая лепешка Она поделена На 4 части Они огромные Эти лепешки Стоит 25 турецких лир Переводим на русский Деньги Это примерно 200 рублей Они не приносят Тут огромные кружки Большие кружки Как принято это в России Вот такие вот Я бы сказал Минзурки Купили 2 билета По 25 лир И мы приехали Еще одно место Которое называется Паша Баглари Open Air Тоже открытый музей Венчает вход В этот открытый музей Вот такие вот Ребяточки Штучки Которые мы очень любим Вот ребятки Мы подошли К очередному шедевру Матушки природы Это вот такие вот Скальные Цилиндрической формы Камни Внешне они напоминают Грибочки Некоторым другим людям Особенно женщинам И девушкам Эти вот скалы Могут напоминать Совсем другой предмет Например Предмет Мужской гордости Как они вверху Стремились Это же просто Красиво Просто красиво А вот прям Четыре грибочка Раз, два, три, четыре Это уже как опята На пеньке Красиво сделано Природа постаралась Ветер, дождь, вода Мировой океан Создал вот этот шедевр Вот этот вообще мощный шедевр Самый большой Наташа говорит Тебе только фалосы Видят фалосы А я грибы вижу Еще не только фалосы А тебе Наташа что видит? Церковь написана Труфеля я вижу Труфеля Наташа видит Да, есть немножко Труфелей Вот смотрите Конфетка сладкая Труфель Короче Наталья не выспалась Наверное из-за шаров Идет, бурчит Нифига Говорит Ну ладно Давайте не будем Спорить и гадать На что это похоже Каждый сам увидит То что хочет Член мужской Это не испорченность Это биологическая данность Хочу посмотреть на это место С более высокой точки Поднимаюсь вот на ближайшую возвышенность Хочу заценить Это место с высоты Ну вот ребятки Совсем другое дело С высоты оно и видится лучше Смотрите как красота Да, ребят Красиво И не просто красиво А необычно Наташка внизу осталась Не пошла Говорит жарко В середине ноября В Каппадокии И жарко, видите Говорит Иди сам на свои члены Смотри С высоты Мне и говорит И снизу их достаточно Полный эксклюзив, ребят Таких штучек Вы больше нигде не увидите В мире Есть, есть Нечто подобное В Крыму Долина Демирджи Да, там есть Что-то подобное Но не так И не такое Не могу, ребятки Идем с Наталькой Прикалываемся Здесь Фалосы Грибы Трофеля Вот что значит, ребят Не подготовились Не прочитали информацию Что это за камни Как образовались Когда образовались Нету информации Ходим и свои впечатления Рассказываем А кроме фалосов У нас больше нет впечатлений У тебя нету А у Натальи Кроме трофелей Ни черта нету И кошки И какую-то кошку Она здесь нашла Ободранную Нет, она с зубами Скалится Короче, в любом случае Ребята Сюда приезжайте Классное место Поржете Если у вас С чувством юмора Все нормально Короче, приезжайте По дороге На следующую локацию Ребят Заехали на заправку Выскочил Значок Индикатор На приборной Панели автомобиля Слабое Маленькое Давление В шинах И здесь Вот мне накачал Добрый турок Все четыре колеса До 36 атмосфер За каждое колесо Отдал по 5 лир 20 лир Возможно Вам эта информация Пригодится В дороге Всякое бывает Особенно У тех Кто арендует автомобиль Мы приехали На следующую Нашу точку Место называется Смотровая площадка Лав Валей Долина любви Перед любовью Я хочу посмотреть На лошадок Как я уже говорил Каппадокия В переводе С персидского Обозначает Страна Прекрасных Лошадей Это умные Животные Благородные Животные Ну и полезные Животные Для человека И человечества В целом А видите Какая красавица Стоит Это красавица Я не оговорился Ох Ребята Вот здесь Вы можете Также взять Экскурсию На квадроцитку Даже не то Чтобы экскурсия Вы сами будете Управлять ими Ну под командованием Главного Скажем так Он вас будет возить По местным тропам Благоустроенная территория Соки Фрукты Гранаты Апельсины И вот такая вот И такой вот Шум с пылью Оу Смотрите Какая красота Неземная Почему Неземная Да потому что Вся Каппадокия Это как будто Не планета Земля Это как будто Планета Марс На Марсе я не был Ребят Почему-то ассоциации С Марс Смотрите Какая красотища Смотрим Еще вот такую фотографию Сделаем С фоном На долину любви Сердце Символ любви Это сердце Кстати ребят Если вы там Попадете в очередь На это сердечко Не расстраивайтесь Здесь еще Смотрите Сколько этих Качелек Скамеек Раз Два Три А вон вдали Напротив Виднеется Роуз Уали Это розовая долина Тоже туда съездите Посмотрите На закате Вот эти вот Столбики Грибочки Трюфеля И фалосы Они подсвечиваются Розовым цветом Случайно Натнулся на фотосессию Красный габриолет И Жених с невестой Да ребятки Можете задуматься Чтобы Сделать свое Бракосочетание И этот счастливый день В Каппадокии В стране Красивых Лошадей Красиво же Скажите Великолепно Красная машинка Невеста С женихом Влюбленные И закат Редактор субтитров А.Семкин